Глеб Фёдоров серьёзен не по годам. На ярмарке вакансий ищет подработку на лето. За плечами небольшой опыт. В 2022-м собирал мебель в школе. В этом решил попробовать что-нибудь новое. Вариантов масса. Главные требования для подростка, который планирует трудоустроиться – паспорт, медсправка и полные 16. Официальное согласие законных представителей понадобится тем, кому 14 или 15. Я искал, где можно найти подработку. Мне сказали подойти сюда. Я обратился. И мне довольно быстро нашли занятия, скажем так, подработку разнорабочим на предприятии в Абруте-Хельмаш, за что я очень благодарен. Места выпускникам колледжей и вузов предлагают как в государственных учреждениях, так и в частных компаниях. Наиболее востребованы рабочие профессии. Организации активно ищут сварщиков, слесарей, фрезеровщиков, операторов швейного оборудования, строителей. Есть предложения для инженеров, технологов, экономистов. Выбор огромный. В списке 338 вакансий. Компания «Модерам Запад» приглашает на работу сборщиков обуви без опыта. У нас действует программа обучения в течение трех месяцев, плюс ученические доплаты, официальное трудоустройство, гарантированное обеспечение заказами и предоставление спецодежды. Те, у кого пока нет образования, могут попробовать себя в качестве горничной, грузчика, упаковщика или уборщика помещений. Есть предложения и для молодежи на время летних каникул. К слову, в Беларуси перечень работ, на которые привлекаются ребята 14-16 лет, значительно расширился. К списку добавились ручная мойка автомобилей, ремонт и переплет книг, помощь в сервировке стола и уборка посуды в объектах общественного питания. У кого-то, если вдруг не получилось посетить ярмарку вакансий, всегда можно обратиться к порталу Государственной службы занятости. В разделе «Занятость молодежи» можно ознакомиться с теми вакансиями, которые присутствуют, ознакомиться с заработной платой и, конечно же, выбрать для себя удобный график работы, чтобы совместить полезное с приятным. Тем, кто решил сменить профиль Управления по труду занятости и соцзащите Бобруйского горисполкома, предлагает переподготовку. Желающие могут записаться на курсы ИП или освоить востребованную профессию. Только за прошлый год такой возможностью воспользовались 150 человек. Всего в 2022-м здесь трудоустроили 3,5 тысячи. В свободное от учебы время работали 745 парней и девушек. К слову, ярмарка вакансий продолжится и в пятницу. Тех, кто не определился с выбором жизненного пути, на Гоголя 7 ждут с 9 до часу.